Кветиопин Кветиопин Да, да, кветиопин Какая доза? Сначала кетилеп сказала Какая доза? Доза вот Доза Да это одно и то же кетилеп А 25, половинку 25 мг на половинку на ночь Подождите, значит вы принимаете 15 мг мертозапина Плюс 12, половины 12, половины кветиопина Или 6? Да, 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 12, половины Кветиопина И еще и запеклом, да? Это доктор вчера Только первый день Она мне назначила, я пришла к ней на прием Говорю, как вы спите? Я вообще опять не сплю Я вот лежу, кручусь, верчусь Час, ночи, два Она говорит, хорошо Будете принимать Клозапин Клозапин? Вы принимаете Клозапин? Она мне сказала Принять полтаблетки Подождите Вы мне сказали Кветиопин Или Клозапин? Сначала Кветиопин Нет Мне Она сказала Клозапин Не, упаси Боже Выбросьте Вы что? Это тяжелейший антипсихотик Который используется Который используется Только при шизофрении Который вызывает Агранулоцитоз И так далее И так далее Вы с него не сойдете А немедленно Прекратить Я выкинула Немедленно Этот препар Я уже Думаю Что уже лучше Скажем Квитиопин Но только не Клозапин Один день Только вчера Я его приняла Слава Богу Все Больше не возобновляйте Следующий вопрос Следующий вопрос Скажите Пожалуйста Вот У вас не было Суицидальных мыслей? Доктор У меня Когда я уже Пять месяцев не сплю Я просто сама себя Так пожалела Заплакала Сама Подруги лучше Я говорю Господи Говорю Мне что уже повеситься Но я конечно не собиралась Вешаться У меня до того Такая доктор Безысходность была Да Потому что наши врачи Они вообще Не-не-не Дело не Врачи врачами Я должен Сейчас диагноз Вам поставить У вас были Суицидальные мысли Не хочу жить Никогда Никогда И даже Они никогда Вот во время болезни Нет-нет-нет Не было доктор Нет Хорошо Не было Не было Плачете Часто Нет Не плачу Ну вы же сказали Что вы заблакали Сама себе Тихонечко Один раз Один раз Один раз Хорошо Ночью Ночью Да Понятно Скажите Тоска Бывает Вот здесь На душе Как-то Тоски нет Но какая-то Грусть Понимаете Грусть Во Во Это она и есть Грусть Тоска Вот Понимаете Значит Грусть Есть Да Где она Вот тут Как-то Такая радость Была Сын Сей Разгонит А сейчас Ну поговорила И быстрее трубку положить Понятно А быстрее Быстрее То есть Радости нет Вы ждете Когда разговор Закончит Закончит Да 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 Доктор Скажите А как вы работаете Вы Вы справляете Вам же надо Работать с людьми Вот вам не трудно Работаю сейчас На полставки У меня работает Ровно час Час Подождите Это вы стали На полставки Работать час После болезни Или во время Нет доктор Это я всегда так работала У меня как бы Муж работает И он мне старый Разрешал Муж не работает Понятно Все понятно То есть вы работаете Сейчас Все ясно Вот Вы знаете Вот Я теперь Привожу Связь Значит Ковид Конечно Спровоцировал Сто процентов Но вот У вас только Одна сестра Кстати Да Одна сестра Доктор А можно я вам скажу Кое-что Да Когда моей дочке Было три года У меня тоже была Депрессия На ровном месте Так я вас спрашивал Вы болели До ковида Наконец-то Вспомнили Нет Это 13 лет назад Было 15 лет назад У меня была депрессия Ни с того Ни с сего Подождите Вот это же самое важное Я бы вас спросил Это первый раз Вот это Сосоверите Первый раз Оказывается Сколько вам было лет Тогда Мне было 36 лет 36 лет И в чем Проявлялась депрессия Похожа На На нынешнее Состояние Нет Доктор Там я что-то Я лежала Целый год Я вызывала Скорую помощь Никто не мог понять Что со мной такое Никто не понимал Это было еще когда Когда мобильных Телефонов Не было ничего Но Мне дали психолога Какого-то И она как-то Меня вытащила Потихоньку Не знаю как Подождите Подождите Не торопитесь Расскажите Какие были симптомы Вы говорите Я лежала Целый год Что в постели Лежали Ну не год целый Я не могу Не целый год Ну Вот поднимусь Попью воды Попью чай И пью в кровать Подождите Стоп Стоп Понятно Намного тяжелее Чем сейчас Да У он У доктора Намного Намного Вы тогда Худели? Похудела Тоже Да Похудела Ну наверное Больше Чем сейчас Чуть-чуть Больше Сколько Пять Шесть Десять Я уже не помню Доктор Это было 15 лет назад Хорошо Суицидальные мысли Тогда были Никогда Никогда Не были Так Дальше Работали Не работали Не работала Кушать Хотелось Вообще Не хотелось Тогда Тогда вообще Не хотелось Тогда Лежала Не Не хотелось Чем Чем занимались Тогда Это после родов Было Да Три года Было Дочки Три года Нет Но это не после родов Это не после родов Вы понимаете Вот Я думаю Что у вас Алкоголичку Мы так дружны Мы так дружны Мы так дружны Не были Нет Это не самое важное Меня интересует Одна У вас депрессия Второй эпизод У нее У нее наверняка А что папа Ну папа Ну папа Стал ко мне приходить Потом перестал Мусор Выносить Ну мы себя заставляли Удвигаться Подождите Подождите Он что Разошелся С мамой Мама умерла А мама уже К тому умерла Через сколько Сколько времени После смерти мамы Он умер Он 10 лет еще прожил Сколько 10 лет Жил один Или женился Один рядышком С нами жил Вот тут Вот через дорогу Рядышком Понятно То есть Вы за ним Ухаживали Всегда Да Всегда ухаживали Скажите А папа Не впал В деменцию Старческую Нет Он был в полном разуме А почему Он перестал Выходить Не знаю Вот ему Как-то он Не знаю Ну не знаю И сколько И сколько Подождите Какой период Времени Когда он прекратил Выходить Из дому И он умер Сколько времени Прошло Полгода Наверное Полгода И Но вас это Не смутило Почему папа Не выходит Я Когда у него Было занятие Вот он дочку Мою возил Возил Мы заставляли его Возил в школу Возил в садик Чем-то был занят Потом ее дочка Подросла Уже самостоятельная Стала Все Он перестал Он садил ко мне домой Приходил У меня сидел Потом перестал ко мне Потихоньку приходить И папа Почему ты не приходишь Мне и дома хорошо Потом он перестал Дома мусор выносить И сын сказал Мама Посмотришь Если дед Не будет уже выносить мусор Он просто сляжет Он перестал выносить Мусор начал меня просить И все И все А мама А мама умерла За 10 лет до этого Да? Да Подождите Так вот Так вот Вопрос Почему он слег Почему он Изменился А ему стало Что неинтересно Вот Так у него же Депрессия была Наверное Старческая Синильная Почему вдруг Человек выходил Все делал Полгода Перестал выходить И так далее Перестал к вам ходить Перестал Чем-либо Ему было Вы же ответили На вопрос Кстати Кстати Вопрос Вы По характеру Мама Или папа? Мама А что вас роднит С мамой? Ну мы такие С мамой Ну похоже с ней Как-то вот Жизнь Повадками Всеми вот этими Вот я Не, так все именно Активность Веселая Разговорчивость Активность Веселость По разговору Так вот, да А папа? А папа у меня спокойный Очень Я не папа То есть папа Такой был Не меланхолик А флегматик Да? Спокойный Да Очень спокойный человек Очень Хорошо Хорошо Скажите А мама умерла От чего? Молодой Наверное Если 10 лет Это минимум 62 года Да Мама умерла От инсульта От инсульта Мама пила И пила Вот еще Тоже Оооо Вот этого И надо было Начинать Понимаете Мама выпивала Сестра выпивала И вы Болеете Депрессией Значит Все поняли А как мама? Мама что, алкоголиком была или как? Нет, она работала, она пить, вышла все-таки тогда. Но она пила, выпивала, пила, да. Подожди, что значит пил? Она не была такая пьяница, но пила. Как она пила? Запойная или как? Что-то вы исчезли. Доктор. Да, да, давайте. Как мама пила? Запойная или постоянно? Постоянно, постоянно. Стоп, стоп, стоп. С какого возраста начала пить ваша мама? Ну, когда вы же маленькие были. Ну, сколько ей было лет? Сестра с 25 в 49 умерла. Мама приблизительно с какого возраста? Тоже в 25, наверное. Так, и умерла в 62. Скажите, а папа что, не реагировал на то, что мама пьет? Ну, мама как-то была глава семьи, папа был очень спокойный. Ну, папа реагировал, но... Ну, хорошо, а вы пытались маму лечить? Нет. Почему? Потому что она и была такая прямо, ну как, она дома выпьет, а на улице выходила такая дама с Амстердама, понимаете? Нет, подождите, ну это же ненормально. Почему мама с 25 лет начала выпивать? Значит, у нее были проблемы душевные, она выпивала, поскольку алкоголь ей помогал. Скажите. Нет, у нее не было душевных проблем. Она всегда нормально, веселая была. Это вам кажется. А у вашей сестры что, тоже не было проблем? У нее были проблемы с мужем. У нее проблемы с мужем начались уже на фоне того, как она выпивала. А в 25 лет у нее еще проблем с мужем не было. У вашей мамы были проблемы с папой? Не было проблем. А кем мама работала? Мама работала и заведующей отелье, и занимала хорошие должности. Ну, хорошо, занимала хорошую должность, зачем же выпивать? Так, хорошо. Скажите, давайте по маминой линии, а бабушка, дедушка, что вы знаете? Я все знаю о бабушке и дедушке, они не пили. Подождите, они не пили. Это же не обязательно, что они пили. Значит, бабушка умерла в каком возрасте? От чего? По маминой линии. А я вот уже не знаю, что она умерла. Ну, хорошо. А дедушка? Рак крови. От чего? Рак крови. А, рак крови. Так, хорошо. Скажите, кто из них, ну, был немножко вот депрессивным, а? Я не знаю, их, ну, как бы не помню. А что мама рассказывала? А что папа рассказывал? Ничего не рассказывали. Папиных родителей я хорошо знаю, и они меня и растили, и смотрели. Подождите, кого вы знаете хорошо? Папины, господиные. Так папины меня не интересует. Меня интересует мамины. Да. Меня интересует не папины, потому что алкоголизм идет по маме. Вот, для меня ключевой пункт. Вот. И тем более вы похожи на маму. Вы сами сказали, я копия мамы. Скажите, мама была такой деловой женщиной, да? Да, да, деловой, деловой. Деловой, да, 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 да. И что, никогда не впадала в депрессию? У нее не было момента в депрессии? Ну, когда, доктор, никогда. Всегда была энергичная, да? Да, 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 да. Даже когда лежала парализованная, и то была энергичная. Ну, как она могла быть энергичной, парализованной? Может быть, она в мании была, понимаете? Ну, что такое парализованной? Еще лежит. Какое у него может быть настроение? Это, конечно, убийственно. Человек парализован. Человек не может нормально жить, ухаживать. А она энергичная была. Какая она могла быть энергичная? Ну, она как-то не знает. Сону духом как-то не понимает. Хорошо, хорошо. А вы энергичная всю жизнь? Я очень энергичная. За исключением вот пяти месяцев последних, да? И в 36-ти годах. Скажите, а у вас, у мамы не бывали моменты, когда она была чересчур активная? Нет, нет. Мама не была раздражительная? Нет, нет, доктор, нет. Только, только, как на духу. Я правду говорю, чем я была в мангле? Вам же надо все узнать. Хорошо, стоп, 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 стоп. У меня, я забыл еще вот. У мамы были братья и сестры родные? Брат был. Дядя. Вот расскажите о дяде, о его душе. Он пил? Пил, выпивал. Мама выпивала, дядя выпивал, сестра выпивала, а вы в депрессии. Вот вам, вот вам, я уже нашел, откуда вы получили гены. Гены вы, естественно, получили от мамы. Ну, да, я тогда была молодая, я тоже выпивала, но пить я не могла, мне сразу плохо становилось. И я бросила пить, ну, как бросила пить, ну, знаете, как молодые, в ресторан пошли, туда-сюда, я... Подождите, стоп, с какого возраста вы начали выпивать? Ну, как выпивать, там с подругами соберемся, где-то лет с 18-ти. Ну, хорошо, 18 лет, я и сам был студентом и выпивал. Это же разные вещи, когда студент, это не может быть студента нормального, который не выпивал. Понимаете, это норма, в молодом возрасте, в студенческие годы, там, понимаете, человек выпивает, это нормально. А вы выпивали в каком возрасте? Ну, 18, 19, 20. Ну, хорошо, а когда, а когда прекратили выпивать? Сейчас скажу, в 20, я в 27 лет где-то. Почему? Почему до 27 лет выпивали? Потому что я еще как-то выпила и понял, что я скоро, что я могу уберечь от водки. Я не могла пить, я выпью, у меня очень плохо становилось, очень плохо. Так почему же вы пили? Ну, не знаю, все пили, да, я пила по молодости. Все пили. Подожди, давайте мы будем вот что, давайте мы с вами отграничим пить, как молодой человек, там, раз в две, не раз в три недели, там, на праздник пошел. Или пить, вот, как ваша сестра и как ваша мама. Я только на праздники, только на праздники. Ну, так это же не значит, что вы пили. Ведь мама же пила каждый день. Да. Да. И сестра пила каждый день, значит, зачем же вы? Это меня не интересуетесь, и вы иногда пили. Кстати, а как на вас влиял алкоголь? Очень плохо. Нормально, я была веселая, нежадная, забираетесь, раздавала все направо и налево. Подождите. Да, добрая, добрая. Подождите, то, что вы добрая, это я уже понимаю, что вы добрая и не злая. Значит, это я понимаю. У меня вопрос другой. Что значит, плохо вы чувствовали? Он вам телесно, душевно приносил облегчение алкоголя или нет? Нет. Ну, так, нет. А вот вы мне сказали, я добрая. К чему вы это сказали? Это что, под алкоголем добрая? Или как? Ну, я сама по себе добрая, под алкоголем добрая была, все время и сейчас добрая. Подождите, а что вы под алкоголем делали? Что, деньги могли разбрасывать, да, или как? Ну, как-то, если бы могла нам подарить, будет у меня шуба норковая, я могу сказать, забирайте, ну, там, подруги свои. Как бы нежадная, берите, что хотите. Подождите, ну, так это же ненормально. Как это так? Забирай шубу, забирай, что хотите. Нет, ну, в том смысле, как бы я, так сказать, у меня не было злости, когда я была выпившая. Я была, ну, нормальная спокойная человек, у меня не была агрессия, когда я выпивала. Ну, нормально как. Ну, выпили, да выпили. Если я попрощу, там, а ты не подаришь мне, к примеру, там, ну, ну, не знаю. Хорошо, давайте так, тут очень важный вопрос. То есть, мы нашли, от кого вы получили. Это мама. Мама болеет, значит, выпивала, дядя выпивал. Дядя жив или умер? Нет, умер. Молодым? Ну, лет тоже, лет 70. Лет 70. От алкоголизма или как? Нет, я не знаю, от чего. Он здесь не жил, он же в Москве жил. Ну, хорошо. А как он пил, что? Алкоголик был, да? Ну, не отказывался, не отказывался. Ну, что значит, не отказывался? Он, понимаете, меня интересует вот как сестра и как мама. Вот сестра, она была, конечно, она пила, она не могла уже без алкоголя. Мама тоже самое. Вот. А дядя, значит, был, вы мне сказали, и я выпивал, так вы что, тоже алкоголичка? Вы же не похожи на алкоголичку. Нет, я не пью вообще, не пью и не пую. А раньше, раньше? Раньше я только с подругами на праздники. Ну, как это... На празднике, но молодые, понимаете? Подождите, да я все прекрасно понимаю. Это вы не понимаете. А вот дядя, он пил так, как мама и как сестра, или тоже, как вы, будучи молодой? Я даже не знаю, доктор, он в Москве жил. Мы с ним не жили никогда вместе. Мы с ним не общались почти никогда. Ну, хорошо, что мама говорила, что родственники говорили. Да как-то мы с ним не общались, как чужие люди там. Ну, хорошо, ладно, все, не знаете. Ну, самое главное, откуда вы знали, что он пил? Ну, потому что мы приезжали туда в Москву один раз, когда мама парализовала, мы ее с Москвы забирали. Она ее в Москве парализовала. То он был не против, я смотрю, так выпить. Мужа моего подбивала, купи бутылочку. Как бы вот так. То есть он, когда вы были в Москве, сколько вы были? Как долго вы были с ним? Месяц, месяц. Ну, вот он что, каждый день выпивал? Ну да, как бы не отказывался. Не, подождите, что значит не отказывался? Он что, сам покупал? Или вы ему давали? Сам покупал. Ну, значит, что значит не отказывался? Он выпивал.